Доброе утро! Наконец-то наступила зима, и прежде чем показать вам книги, я хочу показать вам свою ёлку. Во-первых, её не оба кто наряжала, наряжала её Елена Сударикова, и согласитесь, что не каждому может так в жизни повезти. А во-вторых, посмотрите, чем она украшена. На ёлке висят такие маленькие миниатюрные книги, и это первый подарок, который я получила в нынешнем году к Новому году. Эти книжки сделала ещё одна моя коллега Анна Игоревна Кунюхова, которая работает в секторе учёта. Это очень важная должность, но такое не очень интересное, но смотрите, какая она рукодельница. Я, например, такое сделать не могу. А здесь ровно висит 16 книг по тому количеству роликов, которые уже лежат на нашем канале, и на каждом из них наклеен титульный лист, то есть они соответствуют своим изданиям. И сделаны они в полном соответствии большой книге, то есть это форма кодекса книжного, это листы, соединённые в тетради и оформленные в такой красивый переплёт. Здесь сделана такая мраморная бумага. И даже, сейчас мы раскроем, есть такие форзацы из вручную изготовленной мраморной бумаги, но здесь нет самого главного, здесь нет текста, листы пустые. И сегодня я вам расскажу про книги без текста. Так, у нас они тоже есть в нашем фонде. Первая книга, она ещё оформлена на таких верёвочках, сейчас я вам её покажу, сейчас надену перчатки как следует. Вот, вот эта книжка по виду ничем не отличается от обычных книг. Если мы её откроем, здесь тоже, смотрите, форзацы из мраморной бумаги. Единственный текст, который здесь есть, это титульный лист. Но если мы дальше будем открывать, то внутри текста не будет, а будет такая коллекция шпонов. И они расположены по алфавиту, здесь на каждом шпоне наклеена такая бумажка с названием на латинском языке и на немецком, название пород, деревьев. И вот по алфавиту они так вот расположены. Здесь всего 12 листов, и все 12 листов заполнены вот такими коллекциями. Скорее всего, он напоминает такой каталог, который может предложить рабочие, когда делают у вас ремонт по выбору материала. И в конце здесь есть еще такой лист дополнительный, где напечатаны названия этих пород деревьев, ну те же самые наклеечки, но я не знаю для какой цели. Возможно для того, чтобы собрать еще одну такую, или если бумажка потерялась и надо наклеить новую. Честно говоря, не знаю этой названности. Сама книга называется «Коллекция зарубежных и отечественных пород деревьев». И написана она тюрингским купцом Хильдом и Аганом Адольфом. Про него вообще мало чего известно. Известно только, что он занимался еженедельным изданием журнала, который был посвящен разным новинам в промышленности, в каких-то изготовительных моментах. Но в 1797 году он выпустил такую книгу с такими породами деревьев. И долгое время я вообще не очень понимала вообще, как ее использовать, почему она могла быть без текста. И нашла такую еще одну книгу в интернет-каталоге букинистического магазина. Она там, кстати, продается и стоит она 80 чем-то тысяч евро. И оказывается, что годом или двумя годами позже еще был выпущен все-таки такой текст, который поясняет и дает какое-то объяснение. Но у нас этого текста нет, нам эта книга досталась по обмену из Российской государственной библиотеки. Вот и замечательное такое издание. Еще одна книжечка на завязках, небольшого формата. Я завязки специально не стала завязывать, потому что их очень тяжело развязывать, чтобы не тратить время. Я все это развязала. Так, по идее, нужно, конечно, завязать, чтобы страницы были плотно сложены. Здесь помимо титульного листа, вот он, помимо титульного листа, есть еще такой вступительный текст небольшого автора, который рассказывает о содержании этой книги и о том, какие-то такие технические достаточно, небольшой такой листочек. Ну а дальше в книге тоже нет текста, а это коллекция листовых мхов. Листовых мхов. Тоже под каждым мхом есть такая наклеечка с названием. И таких страниц здесь 47 и всего 170 видов разнообразных мхов. Единственная особенность, что здесь не указано место, где были собраны эти мхи. А так это прям полноценная настоящая коллекция. Эта книга так собственно называется «Листовые мхи умеренной полосы» или «Коллекция мхов». Написана она немецким исследователем Фредериком Леопольдом Тилли. О нем мало того, что известно. Он некоторое время работал ассистентом берлинского гербариума. Я увидела, что вот когда на него ссылаются, что у него есть книга с похожим названием, немножко другое продолжение название и другой год. У нас эта книга издана в 1827 году в Берлине. Обычно упоминается книга 1832 года. И там гораздо большее количество страниц. По описанию я увидела, что там есть иллюстрации и листы текста. Но вот подобного такого издания я больше нигде найти не могла. Поэтому что это было? Либо пробная какая-то коллекция, либо ограниченным тиражом она вышла. Тут некоторые мхи не пронумерованы, а под такой звёздочкой. И это те виды, которые он впервые описал и дал им впервые название. Но описания, сами понимаете, здесь никакого нет. Просто вот здесь отмечено как раз предисловие, что это новые виды, которые раньше нигде не встречались. Интересно, что на книжке есть дарственная надпись «Мадам Нарышкиной с данью уважения от некого доктора А. Нордмана». Доктор А. Нордман, судя по всему, это Александр фон Нордман, это финский русский зоолог. Он, кстати, в 1827 году получил ученую степень Берлини и вполне возможно каким-то образом контактировал с автором этого издания. Но удивляет, конечно, личность мадам Нарышкиной. Женщины все любят цветы. Я, например, тоже очень люблю цветы. И в 19 веке вообще было популярно собрание каких-то гербариев, засушенных цветков, но именно таких садовых, каких-нибудь роз, красивых лилий или что-нибудь такого. Но, представляете, получить такой в подарок собрание мхов. То есть это мадам Нарышкина. Мы, кстати, не сможем установить, потому что здесь нет ни даты, ни инициалов. Но вот она вызывает у меня уважение, если такая женщина интересовалась вот такими растениями. И следующая замечательная книга, которую я покажу, смотрите, какой замечательно красивый переплет оформила. У нее трехсторонний золотой обрез. Видно, что это дорого, богато, что называется. И таких томов у нас целых 14. Я вот один том вытащила, хочу вам его показать. Таких вот абсолютно 14 томов. Значит, здесь у нас тоже есть титульный лист, на котором написано, что это коллекция рисунков европейских бабочек и молей. Первый том. Ну а дальше все сделано вручную. Вот такие красивые рисунки, нарисованные с рамочкой из туши выполненной и раскрашенные акварелью. И на каждом листе наклейка, на котором нарисовано только растение или цветочек и бабочка. Но бабочка не нарисована. Был такой специальный способ переноса чешуек, крыльев, бабочек на бумагу. Бумага проклеивалась специальным раствором. Бабочка прижималась либо внешней, либо внутренней стороной, в зависимости от того, какую сторону нужно было пропечатать. Сверху накладывался тонкий лист бумаги, потом плотный, потом это все прижималось, потом аккуратно снималась, пинцетом или иголочкой приподнималась бабочка и вуаля. А чешуйки бабочки оставались на бумаге. Дальше требовалось только очень аккуратно акварелью покрасить, если что-то там не пропечаталось. И вот такие альбомы, не могу сказать, что очень популярны были, но все-таки были. И особенно такие техничные в этом плане были немцы. И вот вся вот эта книга состоит, по сути это тоже коллекция бабочек, вот таким образом перенесенных и запечатленных. Вообще про эту книгу я хочу сделать один небольшой ролик, может даже несколько роликов, потому что она содержит в себе очень много тайн и загадок. И все вам подробно рассказать, и кому она принадлежала, и кто собирал эту коллекцию, и в какое время было. Но это в общем начало 19 века, вот что я могу сейчас сказать примерно. Но когда до конца я проведу все эти исследования, обязательно вам расскажу. Более того, что я собрала тоже бабочек и хочу еще и повторить этот эксперимент, попробовать сделать точно так же. Интересно, что у меня получится. Вот такая еще одна уникальная книга. А следующая книга, про которую я вам хочу рассказать, в общем тоже не совсем книга. Вот. Это набор открыток. И посвященная она австро-венгерской экспедиции на Северный полюс, которая состоялась в 1872-1874 году. Отчет об этой экспедиции вышел в 1876 году, и я видела эту книгу, у нас ее нет, но я видела, но переплет оформлен ровно в таком стиле. То есть вот такая же точно книга, только еще более красивые, там какие-то белые медведики сверху. Вот. И я думаю, что это такая превьюшка, такая заманила его к покупке этой книги. Потому что здесь, здесь правда текст небольшой есть, но это вот действительно такая краткая версия того, что будет в этой книге по главам, прям буквально вот по два слова. Книга вышла в 60 тысяч экземпляров, тиражом и содержала 140 иллюстраций, а здесь только лишь 12 таких открыток. Это не фотография, это выполнено в виде фотогравюры с иллюстрацией. Иллюстрации были выполнены одним из организаторов этой экспедиции, Юлиусом Пайером. Он был, помимо того, что он был путешественником, он был альпинист и художник, и во время экспедиции делал такие рисунки. И, в общем, собственно, эти 12 открытых, это 12 таких зарисовок. А в книге, которая вышла в 1876 году, таких иллюстраций было, ну, больше 140 точно. Вот. И здесь разнообразные сюжеты. С ними, кстати, ничего страшного не произошло, но про экспедицию я не хочу рассказывать, а вдруг Яна про неё расскажет подробнее или что-нибудь захочет рассказать. Но если не захочет, я когда-нибудь потом, может, тоже расскажу. А с ними ничего страшного не произошло, они спаслись, хотя были там неприятные трагические моменты, и они вынуждены были сидеть какую-то часть, по-моему, незапланированную зимовать, и не только зимовать, и летовать там. И спасла их, в общем, русское поморное судно, которое случайно там проходило мимо. Вот. И во время этой экспедиции была открыта, частично описана земля Франца Иосифа, и это, собственно, ответ на вопрос, почему на русской территории такое название. Собственно, они назвали её в честь императора Австро-Венгерской империи, земля Франца Иосифа. Вот такая замечательная история. Так, ну и ещё одна книга, последняя, про которую я вам расскажу, она уже пятая на сегодняшний момент, и я про неё уже вам рассказывала. Это книга про нахолостовую ловлю. Вдруг вы не видели? Вот так непрозрачно я вам намекаю на то, что этот ролик можно ещё посмотреть на нашем канале. Вот она тоже очень красивая, в очень красивом дорогом переплёте. Она библиофильская, потому что это библиофильский экземпляр, потому что это ограниченное, лимитированное издание, которое вышло в 250 экземпляров, плюс 20 копий для презентации, и представляет собой такие... в таких углублениях помещены нахолостовые мушки. Это только нам с вами кажется, что рыба ест всё подряд и ей всё равно, но оказывается, что рыба прекрасно разбирается, какое насекомое, в какой период жизни, в какой сезон, в какое время года, в какую погоду проявляет свою активность. Поэтому удачливые рыбаки знают, что нужно накрутить, изготовить, каким-то образом сделать вот такое полностью повторяющее насекомое, либо взрослое, либо в какой-то ее стадии развития. И это очень сложный и достаточный процесс. Изготавливаются эти мушки из перьев разнообразных, из усов млекопитающих, из эвэбриз, из разных ниточек, и очень красивые, очень искусные, прям даже какое-то произведение искусства. И они там делятся на сухих и мокрых, некоторые погружаются в воду, некоторые плавают на воде. Но к этой книге, правда, надо сказать, что есть текст. Вот про него я и рассказывала как раз в прошлый раз. И тут как раз подробности и описаны, как это нужно делать, из чего делать, как делать и так далее. Здесь есть и рисунки насекомых. А вот это издание, которое было уже 11 относительно первого издания автора Альфреда Роланда. Это издание издатели решили полностью повторить по его советам, по его вот этим, как изготовить, и изготовили вот такое элементированное издание. Наш экземпляр имеет номер 68, по-моему, насколько я помню. Кому уж он принадлежал, точно сказать нельзя. Да, у нас 68. Здесь подпись издателя. Ну вот такая замечательная история. Я вам показала пять книг. Они все очень разные, все замечательные. И я хочу сказать, что если вам понравился такой формат, я могу еще рассказать про пять каких-нибудь самых редких книг, или пять книг, написанными женщинами, или пять рукописных книг, или что-нибудь такое. Если вам это интересно, напишите нам в комментариях. Мы обязательно откликнемся и сделаем такой ролик. Ну и я хотела бы ответить на вопросы и комментарии к предыдущему ролику. Там, в общем-то, вопросов было не очень много. И про Хомякова я сейчас говорить ничего не буду, потому что как-то воздывает нездоровые интересы. Какой-то поднимается тема, кому на Руси жить хорошо. Эта тема совершенно беззаконечная. Там был один вопрос, почему такие огромные поля были в той большой книге Бюфона? Кто ответит за такой неэкономно использованной бумаги? Но точно ответить на этот вопрос нельзя, потому что ни одного живущего человека уже нет. Ответит, то есть заплатит за это точно покупатель, потому что чем книга больше формата, тем дороже она стоит. Но еще более всего дорожает книгу эта иллюстрация. В то время было именно так. Потому что для того, чтобы иллюстрировать книгу, нужно было пригласить художника, после этого изготовить гравюру, а после этого еще и рисовальщиков, чтобы они раскрасили. И, видимо, для того, чтобы сэкономить... А книги Бюфона издавались огромным тиражом, я вам уже сказала, и разного формата. У нас есть и вот такие малюсенькие, и вот такие большие. И, видимо, для того, чтобы сэкономить на иллюстрациях, то использовали иллюстрации книг, которые были для формата в два раза меньше, чем та большая книга. Здесь полностью... Сейчас мы найдем каких-нибудь сов, которых мы вам показывали, они полностью по формату совпадают. Вот, например. Один в один полностью совпадает и текстовая часть, и изображение. Но книга уже, видите, гораздо более удобная. Не каждый человек может вот такую книгу держать у себя дома. Это нужно иметь большое помещение и большие шкафы. Ну и, конечно, вот эти большие книги, про которые в прошлый раз говорила, они тоже были такое кино не для всех, они все-таки были для такого представительского подарка или именно вот для людей, которые могут тебе это позволить. Это были достаточно дорогие издания. Вот. Так что, а здесь все то же самое, все точно так же совпадает. На этом я с вами прощаюсь. Пишите нам в комментариях вопросы ваши, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал. Ну и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Ой, я ее знаешь как хотела снять? Я ее хотела снять в виде всех роликов, как детективную историю, как вот тоже мы ничего не знали, что знали. Но в конце, конечно, Тимофея позвать, просто его заранее подготовить, что-нибудь ему показать, но чтобы он что-то такое рассказал прям, ну уже в самом конце там. Кстати, как раз я к Тимофею ходила с этой книжкой и смотрела в бинокуляр. Вот, и мы увидели, что там чешуйки и вот эта акварель нарисована и так далее. Так, подожди, я опять забыла. Юлиус Пайер, Карл Файбрехт. Зачем я ей это говорю, не знаю, подожди, надо что-то такое сказать умное. Ну ты представляешь, сколько человек маялся, да?